Итак, здорово, ребятки! Сегодня у вас будет обзорчик того, что ко мне приехало в магазинчик. А приехало много всего классного, уникального, редкого, эффектного, проработанного, дизайнерского и всего такого хорошего прочего. Итак, сначала я вам покажу те карты, которые я к себе взял в коллекцию, потом покажу те карты, которые ко мне приехали на продажу. Как я думаю, вы помните, я на одном из стримов говорил, что занялся этим своим магазином основательно. И этот завоз будет тому подтверждение. Очень много классных, эффектных колод прибыло и еще прибыли ко мне софтбоксы, которые будут нам это все освещать. Итак, начинаем с тех колод, которые приехали ко мне в коллекцию. Это вот такая вот колода Plate, я думаю, вы ее помните. Помните из топа 10 колод, о которых я мечтаю. Вот он наш первый софтбокс, вот второй все освещает. Очень она похожа на нашу всеми любимую Атласочку, но, как мы и знаем, это не Атласки, а супер качественные карты от Дэна и Дэйва. Это я к себе забираю в коллекцию. Далее приехала вот такая вот Legends, приехали три версии, но я себе забираю черненькую. Вообще никак не связано это все с цветом, просто что-то я взял, вот подумал, заберу какую-то одну и что-то взял одну. И, кстати, еще вот здесь, видите, окошечко в коробочке есть, просто колода нереальная. Далее приехали еще три очень редкие колоды. Это Artifice, вот такая вот Gold. Как мы видим, она просто шикарнейшая, вся в золоте, классная такая. Очень редкая, очень редкая. Также еще приехали вот такие вот Red Rounders, которые до безумия дорогущие. Вот такие вот они хорошенькие. Вот такие вот они, Rounders. Мечтал о черных, приехали красные. Почти так же, как и с LTD. Хотел простые, приехали суперкрутые. Так, и далее приехали еще ко мне в коллекцию вот такие вот. Вот такие вот Revolvers. Вроде бы, так сказать, что тут прикольного, а есть что прикольного. Это колода, подписанная Мэдисоном самим. То есть, вот эта вот подпись Мэдисона. Знаете, я эту колоду обязательно в целлофанчик вложу. Колода просто шикарнейшая. Здесь две карты одинаковые для фокусов. Короче, супер бомба. И еще я для себя взял вот такую вот. Точнее, не именно эту колоду, а младшего братика к этой колоде. Это Artifice мини синенького цвета. Вот такого вот. Собственно говоря, очень она позитивная. Конечно же, по качеству это не такая, как здесь. То есть, тут нет у нас Performance Coating. Но посмотрите, какая она классная. Это просто вообще улыбка сразу на лице появляется от этой колоды. Просто имба. Реально, колода суперская. Все, 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 как в наших настоящих Artifice. Только размер поменьше. И все. Приехали такие целых аж, получается, 4 версии. Но одна версия, беленькая Tundra, она будет продаваться комплектиком. Вот таким вот. Будут у нас типа Artifice Tundra большая и маленькая. Ну, понятное дело, комплектиком будет дешевле, нежели вот так вот. По-раздробному. Мы видим, красненькая есть Artifice. Тоже очень редкая. Здесь Purple и вот такая вот гриновая. Так, это мы тоже откладываем. Теперь поехали Legends. Те, которые я вам показывал. Вот. Короче говоря, вот сейчас я буду все показывать карты, которые приехали. Они у нас открытые, но абсолютно в идеальном состоянии. То есть, если вот мы, например, берем, рандомную колоду открываем. Сейчас. Возможно, еще там, кстати, где-то нету какой-то карты. Возможно, там Джокера нету, либо рекламки, либо еще чего-то. Просто идеальное состояние. Они никогда в руки не брались. Просто открытые и все. Если для вас это не проблема, и вы хотите классную, эффектную колоду купить задешево, тогда да. Это для вас предложение. Предложение. Ну, посмотрите, какой классный коробочек. Так, далее поехали. Вот такая вот просто колода неремоверная. Ornate. Очень дорогущая. В районе 60-80 долларов стоит. Но ее уже купили, если что. Далее приехали вот такие вот картишки. Посмотрите, какие они крутые. Проработанные полностью внутри. Все дизайнерское. В общем-то, если что, даже не знаю, может, и сделаю обзорчик. Но все-таки это на продажу будет, поэтому не знаю. Вот такая колода Empire. Тоже мощная, суперская, классная. Вот. Далее поехали. Knock V2 Summer. Старющее, как, наверное, моя жизнь. Но идеальная. Просто суперская. Кто хотел Knock 2 со старого завода? Ну как, не с Огайо, а для сейчас вот Knock'ов это будет старый завод. United States Plain Card Company. Пожалуйста, обращайтесь. Далее приехали еще вот такие вот простенькие стриппер. Даже их не буду тут откладывать. Приехала вот такая запечатанная. Вот эта запечатанная. Be Killers Be от Illusionist. Далее вот такая вот еще Keepers приехала. Точнее, просто Keeper от Illusionist. Тоже запечатанная. И дальше поехали опять картишки распечатанные. Такс, такс, такс. Вот наша. Вот такая вот Kings приехала. Там кто-то, я помню, спрашивал Kings. Так вот, есть возможность купить ее. Далее. Вот такая вот Dragon Back. Но она, скорее всего, будет в комплекте с вот такой вот Dragon IT. Тоже как бы прикольная. Синенькая такая. Не видел раньше такую, кстати. Теперь у нас идет... Ну, сейчас вам покажу. Покажу, покажу. Достану. Вот такая вот колода. И вот такая вот колода. Это две просто уникальнейшие. Очень редкие, очень ценные колоды. Но опять же, кто хочет, обращайтесь на любителя. Не каждому не зайдут. Но проработанные абсолютно обе. И очень ценные. Как бы очень дорогие. Теперь у нас еще есть вот такая вот Plate. Эту я уже иду, отдаю на продажу. В общем-то, как обычные, как те Plate. Только вот такая вот рубашка. Тоже прикольная. Теперь у нас есть вот такая вот колода Bicycle. Да, здесь нужно, мне кажется, показать, что тут да как. В общем, она такая сама по себе сиреневенькая. И вот такие вот у нас все проработанные карты. Если, например, как девушке подарок, вообще зашибись будет. С цветочками такие, скелетики. Прикольно. Далее. Далее эту мы откладываем. Sentinels. Вот прямо у меня спрашивают. Андрюх, Андрюх, давай Sentinels найди где-нибудь для магазинчика. Ребят, вот она Sentinels. Обращайтесь. Теперь. Вот такая вот колода Bicycle Black Scorpion. Она очень ценная. Потому что здесь у нас куча-куча-куча есть гиммиков. Там три туза только. Вот такая вот Мэдисон Плеерс. Старющая. 2012 года, кажется. Но их только 4000 штук было выпущено. Сейчас они стоят минимум 50-60 долларов. Также еще у нас есть вот такая вот колода. Lost Land. Lost Land. Вот такая. Есть у нас фольгированная пломбочка. Вот такая вот большая. И смотрите, в чем тут прикол самих карт. Они сами по себе вот такие вот прикольненькие. И вот тупо все-все-все вот такие проработанные. Короче, куча дизайнерских колод у нас сегодня приехало. Все, я их откладываю. Больше в руки брать не буду. Так, что там у нас? Вот, еще приехала ко мне Gold Monarch. Ну, которая White Gold. Не которая просто Gold, а White Gold. Это у нас, не понимаю, честно, в этих монархах, как различить первая либо вторая версия. Вот там просто была первая, монарх, типа очень крутая, очень дорогая, редкая. Есть вторая версия, монарх тоже. Белая с золотым. Ну, вот их отличия, что-то я еще пока не разобрался. Приехали карты, без которых жить вообще нельзя. Вот она. Вот такая вот колода Block Bicycle. Потому что уже почти закончились. И плюс еще приехала, ребятки, вот такая вот колода. Это новинка для моего магазина. И вообще, я думаю, для всех это будет новинка. Так как эти карты, они у нас напечатаны вообще в Бельгии. Вот так вот. Да, довольно-таки интересно. Я одну распечатал. Попроб... Я помню. Не ту я, значит, распечатал. Вот, я, значит, одну распечатал. Да, вообще зашибись колода. Во-первых, у нас здесь будто бы зеркальное такое. Оно переливается. Видите, как зеркало будто бы. Это первое. Второе. Красное тоже такое. Второе. Полностью дизайнерские такие карты. Вот это у нас, если что, рубашка. Прикольно. Ну и как бы по качеству. Фу-фу-фу-фу. Хорошо пока себя показали. Мне, например, они понравились. Интересная колода. Например, я себе такую точно оставлю. И теперь вот, внимание, внимание, тоже оттуда же, с Бельгии, есть вот такая вот колода. Но они, знаете, чем будут брать? Они будут брать своим непосредственно не качеством, а ценой. Потому что они будут крайне дешевые. Тоже прикольные бельгийские. Если так закрыть глаза, покрутить. Но что-то там вот смахивает. Что это не United States Playing Card Company. Но вот так вот, как бы ты их сам вот одну карту крутишь в руке. Так вообще прикольно. Плюс еще, смотрите, проработка какая классная. Все карты дизайнерские. И вот такие вот дела. Классные типы. В общем, ребятолички, вот такой был большой, интересный, классный, эффектный завозик игральных карт. Пишите, какие колоды вы хотели бы обозреть из тех, которые ко мне приехали. Потому что это все магазинчик, это все покупать. В общем, если вы что-то хотели из этого купить, пишите обязательно в ЛС, пока это не купили. Цены будут, конечно же, адекватные, приятные, хорошие. И у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.